Слеза В слезах там в горе и мачу, но наши парни не плачут, просто скучают сердца и моторы. В слезах там в горе и мачу, но наши парни не плачут, просто скучают сердца и моторы. Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня в гостях заслуженный тренер России Черня Владимир Цезаревич. И это у нас мужской разговор. Здравствуйте! Здравствуй, Александр! Давайте пожмем руки. Александр, у меня к тебе вопрос сразу. У вас? У меня к тебе сразу вопрос. А вы собрались по другому поводу. А СССР мы уже забыли. Я заслуженный тренер СССР. Я заслуженный тренер СССР. Ты об этом сказал. Поправимся. Я почетный динамовец. Я был признан лучшим тренером Европы. И это я говорю не потому, что я такой амбициозный, а для того, чтобы у людей, которые меня знают, которые меня не знают, но знают о том, что я живу в этой области, в нашем регионе, в городе... В городе Серове, Серове, Серовская область. В городе Серове, да. Чтобы у них была гордость, что у них есть такой человек. А когда у нас есть гордость, мы никогда не будем быдлом. Ну, у нас еще и знают вас как первого тренера Константина Дзю. Скорее всего, это больше вас знают именно поэтому. Хотя, можно сказать, это не основное ваше поле деятельности. Тогда и сейчас вы просто тренер. Да, я тренер. И одним из учеников которого был Константин Дзю. А всего у меня было свыше 500 учащихся. У меня такой вопрос к вам. А кроме Константина Дзю, есть лично вам, которых еще можно отметить? И вот эти люди, юные дарования. Я же вам сказал, что у меня было более 500 учащихся. И каждого из них можно отметить. Прежде всего тем, что ни один из них на скобье подсудимых не был. Вот это показатель моей работы. Самое главное. Да. А то, что он там в боксе показал, это не так важно для меня. Вообще, мне смешно иногда было раньше слушать чиновников, которые приходили. То и сейчас, собственно говоря, поднимают директора детско-юношеской спортивной школы нашей и говорят, а какие у тебя достижения? Дело в том, что там про достижения спрашивать не надо. Основное направление детских и юношеских спортивных школ – это наполняемость. А там уже все зависит опять от амбиции тренера. Хочет он показать результат, есть у него творчество, значит, будет чемпион. Если он просто приходит и отбывает номер, ну, собственно, бронить его за это никто не будет. Лишь бы он выполнял два принца. А какая сейчас наполняемость? Я не работаю в школе, я на пенсии сейчас. Ну, на ваше усмотрение, бокс любительский процветает или все-таки он как-то ушел на второй план? Я вам так скажу, что вот когда я занимался, мы приходили записываться в секцию, а там очередь стояла на десятилетие. То есть было очень сложно в зал попасть. Не потому, что не хотели брать, а просто не было места, не было столько тренеров. Ну, а сегодня, сегодня я тоже не могу сказать, что с наполняемостью какая-то проблема. Ребята хотят двигательная активность, она физиологически заложена в человека, и поэтому они приходят, приходят именно в секции единоборства. Я не только про бокс говорю. Есть ребята, обижаться не надо. Главное, чтобы им потом было интересно. Интересно и для кого-то перспективно. А вы, когда вот говорите про очередь в то время, вы по каким-то параметрам брали или всех подряд брали? Или вот смотрите, физически сложный, перспективный человек, неперспективный? А, вы про меня лично говорите? Да, как тренера. Я никому не отказывал. Я брал всех. И толстых, и тонких, и кривеньких, и косеньких. За что я имел со своими руководителями большие проблемы. В том плане, что ты берешь этих инвалидов? Он же тут сдохнет на тренировке. Заводили меня, и я говорил, ну и пусть сдохнет. Он сдохнет среди нормальных людей, в нормальной обстановке. Молодой был, не думал о последствиях. Горячий. Горячий. Как вам сейчас объединение федерации двух разных, я считаю, направлений? Это любительский бокс и профессиональник. Можно, Александр, конечно, поумничать. Но я честно скажу, я не понимаю эту ситуацию. Поэтому рассуждать об этом, думаю, что не имею просто морального права рассуждать. Тем более на суд зрителей мои рассуждения кто-то возьмет за основу. Это не есть гарантия, что они правильные. Кто-то этот вопрос обдумывал уже, видимо, и приняли вот это решение. Но во что это выльется? Ну, давайте посмотрим, в конце концов. Давайте посмотрим. Но не пойдет. Я думаю, что у людей хватит здравого смысла, чтобы это дело все прекратить. Предположим. В других странах нет такого или есть? Да, это вот не надо на другие страны смотреть. Хотя, конечно, если брать там СС и Абвер, они же не объединялись, да? Милиция и ФСБ у нас никогда не объединялись. Была какая-то конкуренция. И в любительском боксе, и в профессиональном сейчас все в одну кучу. Как это будет, я не знаю, я не представляю. Я не думал об этом. Будет мне задание подумать? Я, может быть, даже что-то и на бумаге изложу. А сейчас сходу вот так вот ответить я не рискую. Я лучше вам скажу, кто победит. Усик или Гассиев? Давайте скажите. Да, конечно, Гассиев. В пятом раунде. Потому что он наш? Потому что я так хочу. Ну, вы за основу что берете сейчас? Какие качества Гассиева побеждят Усика? За основу я всегда, прежде всего, беру интуицию. Я ее никогда не отрицаю. Интуиция является проводником между людьми и явлениями. Я предсказал первый бой Гассиева вот сейчас с Брэдисом. Брэдис? Нет. Дортикс. Дортикс. С Дортикасом. Да. Предсказал, что в третьем раунде ударом по печени. Не Дортикс, а Лагарчика? Нет. Нет. Вот сейчас последний бой. А, последний. Последний бой Гассиева. Да. Конечно. У нас же свежая передача с вами идет. А то я забыл. Да. Вот. Я предсказал, что Гассиев нокаутирует Дортикса в третьем раунде ударом по печени. Почему по печени? Потому что у негров, как правило, печень болезненная. В южных странах живут. Она у них нашпигована различными микроорганизмами, гельмитами, аскоридами и так далее. Это действительно так. И вы посмотрите, Гассиев бил его по печени, но тем не менее не получилось. Видимо, он, может быть, в последнее время где-то у нас на Урале жил. Так что у него с печенью все в порядке. Он нокаутировал его по голове в двенадцатом раунде. И вы ведь знаете, мне претензию предъявили, любители бокса. Они мне написали по соцсетям, значит, так вопросы задавали. Вы ошиблись. Вы говорили в третьем, а он в двенадцатом. Мы поставили деньги. Как так? Я им отвечал. Знаете, как извиняться, не извиняясь? Как? Ну, извините. Но зато какое мы огромное удовольствие получили, наблюдая вот эти двенадцать раундов. Бой был великолепный. Да, поэтому простите меня, любители бокса, что я ошибся. Ну, и точно так же мне хочется, чтобы наш Мурат выиграл бой с Усиком. И произойдет это в пятом раунде нокаутом по голове. Сильные стороны Усика. Он умеет перестраиваться. Вы посмотрите, вот с Дортиксом сейчас он вел поединок. Он четыре раунда проигрывал. Но он не выигрывал. Вот четыре раунда, во-первых, он не выигрывал. А потом, значит, стал наращивать темп. Стал его еще наращивать, поднимать. Стал больше двигаться. Стал чаще жалить своей передней рукой. Стал быстрее. То есть, у него хорошие резервы, хороший потенциал. А Брэдис, да? Я в фамилии эти. А Брэдис, он как на одной волне начал, так на этой волне и продолжал. Ну, и то есть, Усик достаточно интересный и опасный противник. Там все просто так не будет. То, что я болтаю, сейчас там пятый раунд. Но мне хочется. Хочется. Я чувствую. Мурат выиграет. Но не предъявляйте мне претензий в случае чего. Да, сильные стороны Мурата. За счет чего он выиграет у Усика? Что стоит обратить внимание? Я вам скажу. Ну, тут, наверное, надо издалека начать. Все в этом мире кем-то управляется. Кем-то, чем-то. Жена управляет мужем. Муж управляет производством. Этим производством управляет мэр. Мэром управляет губернатор. Губернатором управляет президент. Президентом управляет жена. Нет, нет, нет. Всем управляет президент. Так вот, в боксе тоже есть управление. И, к сожалению, вот эти моменты управления тренеры иногда не учитывают. Почему я вот на своих семинарах делаю на этот особый упор? Что техникой управляет тактика. Тактикой управляет нервная энергия. Нервной энергией управляет социум. Мурат все это имеет. Все это у него есть. Он тоже может перестраиваться во время поединка. У него нет нервных срывов. Вот по этому бою, посмотрите, очень хладнокровно, очень стабильно, уверенно. У него нет суеты. Все делает вовремя, в нужное место. Сам ударов не получает. Это очень хороший показатель его нервной энергии. Ну, про технику говорить вообще нет смысла. Великолепная техника. Что такое социум? Социум – это то, что вокруг нас. А вокруг него хорошие родители, хорошие друзья, хороший тренер, хорошая политическая обстановка. Все сюда входит. Я думаю, что у Гассева сплошное преимущество. А у Усика плохая политическая обстановка в Украине. На Украине. Он в основном тренируется в Америке. Хотя он парень очень доброжелательный. Ну, как он? Он очень открытый человек. И он тренируется еще в Америке. Американцы все сделают для того, чтобы разрушить наших славянских боксеров. Ну, Мурат тоже в Америке тренируется. А Вильсанчеса? Ну, во всяком случае, он там слышит свою осетинскую речь, русскую речь. Слышит. И думаю, что все в порядке будет. Хорошо. Чем вы сейчас занимаетесь? Так хочется сказать тебе. Мало ли чем. Я на пенсии. Уже не тренируете? Я тренирую, но в частном порядке. Ко мне приезжают иногда чемпионы мира за консультациями. Иногда я выезжаю куда-то. Сейчас прошло такое турне. Это Краснодар, Ростов, Камен-Шахтинск. Провел там ряд семинаров с тренерами, с учениками, с их учениками. В основном педагогическая деятельность? Ну, да. Так скажем. И вы написали книгу? Да, книгу я написал еще два года назад. Это я тебе ее вручил сегодня только. Я ее уже видел. Конечно, эту книгу. О чем она? Вот когда меня спрашивают, о чем книга, я говорю, давай я тебе лучше скажу, кто ее любит читать. А любят читать ее дети, пенсионеры, женщины, бандиты, милиционеры. В космосе она была два раза. О чем она? Там она состоит из двух частей. Первая часть называется Вовка. Это я. А вторая часть называется Костя. Первая часть идет от третьего лица, а вторая от первого. Почему я себе уделил там внимание? Просто мне хотелось показать, что тренер тоже человек, что у него была какая-то жизнь. И благодаря этой жизни он потом трансформировался в этого тренера. То есть, для того, чтобы стать тренером, нужно поработать грузчиком, милиционером, художником, экспедитором. В армии послужить, немножко в тюрьме посидеть. Ни за что. Несправедливо посидеть. Ну, вот так вот. Это все Вовка. Это все Вовка, да. А Костя там? А Костя, Костя, опять же, идет на фоне Вовки. В принципе, я еще лишний раз подчеркиваю, что наши спортсмены, наши великие чемпионы, Олимпийские, мира, Европы, это все продукты труда их тренеров. А вы часто сталкиваетесь, когда подопечник забывает своих тренеров? Да лишь бы я своего не забывал. А то, что я сталкиваюсь, ну, сталкиваюсь там, ну, сердиться ни на кого не надо и обижаться ни на кого не надо. Ну, забыли, забыли, что ж теперь? Я же это деньги получал в свое время, за то, что их тренировал. Что надо вспомнить? Это так говорят? Что? Вы вам платили, что вас помните? Или вы сами говорите сейчас? Ну, как, я получал 120 рублей. Заработная плата была такая. А тренеров этих мальчишек, я говорю, было больше 500. С днем рождения поздравляют пару человек. Остальные там при встрече узнают. Уже хорошо. Вы популярный человек в городе у себя? Ну, должны знать свои герои. Ничего там страшного нет. Прислушиваются. В Серове на доске почета висеть в городе? В Свердловске. В Екатеринбурге висю. Вишу. В Екатеринбурге вишу. А в Серове? В Серове? Нет, по-моему, нет. Мне кажется, что вы там должны, наверное, в лидирующих позициях, где-то на видном месте. Я с вами согласен абсолютно. Я много лет, значит, был предыдущий мэр. Я поднимал этот вопрос и в средствах массовой информации. Давайте поставим Константину Дзю бюстик. Или около той школы, где он учился, или в том месте, где он жил. Или уж там, где выберет мэр поставить этот бюстик. Ну, давайте поставим. Почему? Потому что Костя Дзю – это хороший мальчик был. Это хороший сын своих родителей. Он хорошо учился в школе. Он наплевать. В отличие от меня, никому не сказал в этом городе. Он, в конце концов, чемпион мира, Европы. Он лучший боксер Европы. Он лучший боксер мира был признан. Абсолютный чемпион. Абсолютный. Его окончание карьеры – это абсолютный чемпион мира. Я думаю, что это было бы очень правильно. Это бы популяризировало бы и власть нашу. В том, что стоял бы этот бюстик. А мальчик бы маленький шел и говорил. Мама, это кто такой? А это Костя Дзю. Он хорошо учился в школе. Он хороший сын своих родителей. И так далее, и так далее. Он чемпион мира. И этому мальчику было на кого равняться. На реального героя. А вот раз уж вы затронули тему Кости, вот в книге я пишу об этом. Мы все говорим, Костя там выиграл, Костя там выиграл. Да. Да. Но он же еще и герой. Не просто герой. Он спас в свое время товарища от верной гибели. На глазах сотен зрителей причем. Причем после этого поступка его он лишился мизинца. А до Олимпиады оставалось 21 день. То есть он, конечно, в это время ни о чем не думал. Он только думал о том, чтобы спасти товарища. Я думаю, что когда вы прочитаете эту книгу, вам захочется еще одну передачу сделать. Может быть, со мной, может быть, с Костей. И именно поговорить об этом поступке. Поэтому сегодня, если на Косте и есть какие-то грехи, то они списываются вот тем поступком, который он совершил много лет тому назад. Спасибо вам, Владимир Цезаревич, за приятную беседу, разговор, настоящий мужской разговор. Будем прощаться с нашими телевидениями. Я обещаю приехать к вам в гости. И мы продолжим этот разговор уже у вас на родине. Серое. Гость сегодняшней программы, Владимир Цезаревич Черниев. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok